Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сегодня я представляю обновленные курсы по дисциплинам Энсис. В частности, мы поговорим о курсе Энсис Мекеников, о том, как прочностные, тепловые и другие виды расчетов позволяют менять мир в нужную нам сторону и позволяют проверить его на прочность, если это необходимо. Зовут меня Пугнов Михаил Александрович. Я старший научный сотрудник лаборатории моделирования повреждения и разрушения машин Института машиноведения Российской Академии Наук имени Благонравова. Выпускник нашего замечательного МГТУ имени Баумана. Уже более 20 лет работаю в области физики прочности, моделирования различных динамических и статических задач. Обладатель 9 сертификаций компании Энсис, американского вендора решений в области прочности, гидрогазодинамики и других дисциплин. Я имею значительный опыт в области внедрения данных продуктов и в области проведения сложных прочностных гидрогазодинамических расчетов. В программах инженерного анализа, в частности Энсис, Сименсов, Сдайна и других. В интересах Ростеха, Росатома, Роскосмоса и других компаний. Моим девизом является фраза «Если вы хотите изменить мир, спросите меня как». Я считаю, что современное проектирование может быть движимо только инженерными расчетами, а не бумажками, нарисованными по ЕСКД и бумажным документам оборота. Данный проект и данные курсы я представляю от центра «Специалист.ру», который более 25 лет присутствует на рынке российских образовательных услуг и является, безусловным, его лидером. Это единственный центр, который имеет более миллиона выпускников. С ним сотрудничают более 35 тысяч корпоративных клиентов. Мы имеем оснащенные по последнему слову техники учебные классы около 80. У нас работают более 200 преподавателей-экспертов, и мы предлагаем линейку самых разнородных курсов по компьютерным дисциплинам, начиная от Microsoft Office и заканчивая такими сложными курсами, как SolidWorks, Autodesk Inventor, Ansys и курсы по программированию, ютичному хакингу и многие другие. Остановимся несколько подробнее на курсе Ansys Mechanical, которые я сегодня представляю. Данный курс на самом деле представляет из себя не какой-то один законченный учебный курс, а их цепочку. Сегодня мы представляем базовый курс Ansys Mechanical, который включает в себя подготовку по интерфейсу, по строению сетки и проведению простейших прочностных и тепловых расчетов. Далее следующей ступенью являются курсы по нелинейной механике, специализированные курсы по теплообмену, неявной, явной динамике, усталственной долговечности и многим другим дисциплинам. Для того, чтобы ознакомиться с моими работами, вы можете посмотреть страничку преподавателя на сайте специалист.ру, если зайдете в раздел преподавателей, наша команда. Также формируется мой канал на YouTube, скоро вы увидите видеоролики с обучающими материалами по Ansys и по другим программам, а также небольшой рассказ о выполненных мной проектах. План изучения Ansys Mechanical подобен восхождению на гору, если мы не можем одолеть какую-то вершину за один присест, то нам нужно наметить для себя какие-то ступени, какие-то реперные точки, на которые мы будем опираться в нашем восхождении. Разумеется, любой программный продукт невозможно освоить, не понимая его интерфейса. Также его невозможно освоить, если не понимать физических соотношений, основных физических законов и принципов построения алгоритма данного продукта, которые заложены в его основу. Поэтому первые две ступени, два кита, на которых базируется наша гора, на которую мы пытаемся зайти, это освоение интерфейса и освоение теоретических основ, которые лежат у подножия этой горы. Далее, это построение расчетной сетки. Без качественной расчетной сетки получение физически адекватных результатов невозможно. Именно поэтому с большими трудностями сталкиваются самоучки, которые пользуются видеоуроками в интернете и не имея качественного фио-тренера, который обладает знанием, методикой, практическим опытом построения сеток, они получают вроде бы красивые картинки, а когда начинают сравнивать это с экспериментом, то получаются весьма печальные результаты. Для того, чтобы этого избежать, нужно научиться строить правильные конечные элементные сетки для нужных типов решателей. Далее, следующей ступенью является изучение соединений, заданий нагрузок, граничных условий, правильного закрепления моделей и правильного обуславливания задачи. Следующее – это непосредственно статические расчеты, линейные, нелинейные ручностные расчеты, модальный анализ, нахождение собственных частот и форм колебаний, тепловой анализ, как раз такой пример сегодня мы разбирали с присутствующей здесь Анастасией, моей ученицей, многошаковые решения, когда модель нагружается сложным образом посредством нескольких сил, проведение нелинейного и высоконелинейного анализа, воздействие динамики, вибрации, роторной динамики и, наконец, и в резко-механических расчетах, то, что я покажу в конце нашей сегодняшней лекции. Начнем с самого простого – это статические расчеты. Можно привести очень простой пример жизни, как данные расчеты могут пригодиться. Если вы приходите в какой-то мебельный магазин или видите какой-то стул, табурет или еще что-то, прежде чем на него сесть, вы оцениваете, выдержит он ваш вес или нет. Разумеется, можно провести прямой эксперимент, но, как говорил маэстро Вонт в известном произведении, я люблю сидеть на низком, с низкого не так опасно падать. Если все-таки вы не хотите проверять на прочность собственный организм, то для начала было бы неплохо рассчитать, выдержит ли данная конструкция данный вес. Такие задачи могут касаться, разумеется, не только предметов мебели и обихода, но и более сложных конструкций, которые применяются в машиностроении, в строительстве, в гидравлике, например, для резервуаров наполненных жидкостью и погруженных в жидкость, и для самых разных других задач. Здесь следует учесть, что это не только контактное нагружение, а еще и задание удаленных сил, удаленных перемещений, задание различных рычагов, сочетание деформируемых и недеформируемых тел, все это входит в линейные прочностные статические расчеты. Это самое простое, то, что называют студенты электронным супроматом. Так появился ANSYS в 1970 году, когда создавалась эта компания. Потом в нее вошли уже и другие дисциплины, о которых мы поговорим позднее. Следующее – это тепловой анализ. Мы можем здесь задавать в качестве начальника условий температуры, тепловые потоки, теплопроводность различных деталей и связи между ними, тепловой контакт, конвективный отвод тепла, излучение. Здесь используются как линейные формы для теплопроводности, так и закон Стефана Больцмана для лучистого теплообмена. Следующее, на что стоит обратить внимание, это многошаговые решения. Здесь на слайде приведен пример работы автомобильного тормоза. В нем будут, разумеется, совсем разные нагрузки, если мы рассчитываем задачу статической постановки, если мы рассчитываем вращающийся диск, который пытаемся затормозить, разумеется, эквивалентные напряжения будут разными. Скоба тормоза здесь в неподвижном и в обкатывающемся состоянии. Здесь наглядно видно, что похожие распределения напряжений, но совершенно различные амплитуды этого напряжения, полученные с помощью многошагового решения. Такой простой пример демонстрирует, как важно учитывать динамические нагрузки, а не просто вводить коэффициент динамичности, как в замечательных книжках по деталям машин. Ну и, наконец, мы движемся к финалу нашей презентации, к тому, что я анонсировал перед этим семинаром, что же, собственно, является вредством в механических расчетах. В 2017 году ваш покорный слуга выступал как популяризатор науки на форуме «Ученые против мифов» и вместе с моими коллегами, в частности, присутствующая здесь Анастасия была в учисле, мы реконструировали древний город Махенджидара с помощью программы «Автокат», обучения, по которой можно пройти у замечательного коллеги Александра Савочкина и других коллег, работающих в нашем центре. Зачем мы занимались этой реконструкцией? Если вы обратитесь к Google и другим поисковикам, то вы увидите удивительный совершенно миф вместе с Махенджидар, который был разрушен много тысяч лет назад, приводится версия о том, что он был разрушен из-за ядерной войны, которую в древности развязали Индаарий. Ну, это, честно говоря, версия, не выдерживающая никакой критики, но для того, чтобы это доказать, мы провели значительный объем вычислительных экспериментов и проверили гипотезы о возможности ядерного взрыва, взрыва метеорита, выделение энергии из атмосферного электричества и некоторые другие гипотезы. Более подробно ознакомиться с этой работой можно, если поискать в сети по моей фамилии Махенджидара и форум «Ученые против миф-4», который прошел 10 июня 2017 года в Москве и привлек аудиторию порядка 2000 человек. Геометрическая модель в Автокад выглядела следующим образом. Это были трехмерные объекты с учетом рельефа местности, поскольку мы хотели рассмотреть распространение ударной волны и распространение системы трещин в стенах построек, хозяйственных, живых. Как сравнить эти разрушения, которые будут вызваны различными факторами, с тем, что было обнаружено археологами на месте реального города. И таким образом, если не установить истинную причину, почему произошла эта катастрофа, то, по крайней мере, уж точно опровергнуть, что никакого ядерного взрыва там быть не могло. Что, собственно, в итоге этой работы и было сделано. Расчетная сетка строилась на основе этой геометрии. Геометрия из Автокада была передана в Венсис. В Венсис строилась полигональная модель и на ее основе конечная элементная сетка. Здесь была область воздуха из трех миллионов ячеек, причем мы проводили расчеты даже на сетки до миллиарда ячеек и использовали для этого кластер Межведовственного суперкомпьютерного центра Российской Академии Наук. Использовали сетку по местности. Для зданий города это была простая сетка 62 тысячи ячеек, для местности слоев грунта это было 250 тысяч ячеек. Получили некие оценки и выяснили, что до трех миллионов ячеек для корректного описания распространения ударной волны в воздухе и отражения от объектов оказалось достаточно. Вот следующим образом выглядит оценка последствий падения и взрыва. Ну это уже не падение с табуретки или не хватание за горячую сковородку гораздо более серьезные вещи, которые промоделировать в реале без компьютерного моделирования никак не получится. Распроизвести точный эксперимент никто не будет ронять астероиды на город или пытаться взорвать над ним атомную бомбу. Ну по крайней мере я надеюсь. Значит мы оценили вариант с падением астероида в центр города там где были по археологии наибольшие разрушения зафиксированы и моделировали воздушный подрыв на различной высоте над городом. В данном случае на следующем слайде представлена анимация распространения ударной волны при подрыве на небольшой высоте порядка 100 метров. Значит здесь задача представляла из себя очень сложное многошаговое нагружение сначала использовалось нагружение строения атмосферным давлением вы видели эту картинку в самом начале и на предыдущем слайде тоже видно как привожено атмосферное давление дальше в воздухе мгновенно точечно выделяется энергия мы предполагаем что это может взорваться метеорит или какая-то там допустим атомная бомба предположим что инопланетяне привезли им какую-то технологию и у нее вдруг оказалась атомная бомба в итоге по результатам моделирования было установлено что даже если взрыв атомной бомбы которая была в Хиросиме то есть типа там Лыша или Толстяка с тротилом эквивалентом всего 18 килотонн а сейчас гораздо более мощные бомбы существуют произвести над этим городом на высоте хотя бы один километр то разрушения будут несопоставимы с теми которые были найдены археологами и зона сплошного разрушения с стеклованием может составить до 150 метров в диаметре а такого естественно при раскопках обнаружено не было таким образом мы опровергли ядерную бредятину и показали с помощью вычислительного эксперимента что здесь имел место какой-то природный катаклизм возможно он мог быть связан с астероидом с атмосферным электричеством либо гораздо проще он мог быть связан просто с наводнением потому что город находится в дельте реки это все что я хотел рассказать по данной задачи и по курсам которые позволят вам подняться на эверест механических расчетов и чуть лучше понимать окружающий мир который дает нам такие интересные задачи подобные итоги которые я сегодня рассказал на этом я благодарю вас за внимание и буду признателен за ваши вопросы давайте начнем с самого простого вопроса и главного является ли центр специалист сертифицированным учебным центром МСС в настоящий момент эти курсы только начинаются мы начинаем их рассчитку и в планах к 2020 году заключить партнерское соглашение с Энсис и проводить данные курсы на основе одного из двух вендоров которые есть в России в данный момент эти курсы полностью соответствуют программе Энсис так как они считаются авторизованными центрами и дополненные авторским опытом преподавателя который составляет почти 20 лет в этой области мы надеемся что вместе с сертификатами о повышении квалификации и удостоверениями мы в 2020 году сможем выдавать сертификаты вендора о повышении квалификации такие какие выдаются дистрибьюторами Энсис в России надеюсь что эти перспективы уплатятся в жизнь следующий пожалуйста а в чем отличие функционала Энсис от SolidWorks Simulation SolidWorks Simulation в принципе тоже позволяет решать простейшие прочностные задачи тепловые но у Энсис огромная база данных по материалам в том числе вашим покорным слугой наработаны значительные базы данных по отечественным материалам которых нет в стандартной библиотеке ни SolidWorks ни Энсис это связано с нашими конструкционными материалами алюминиевые сплавы композиты и многие другие что в общем-то позволяет адаптировать данный программный продукт к нашим конструктивным особенностям которые есть у изделий разработанных нашей стране это первое второе здесь реализовано взаимодействие потока жидкости или газа с конструкцией которая позволяет достаточно правильные и достаточно верифицируемые экспериментом адекватной оценки поля напряжения как в жидкости или газе так и в твердом теле при взаимодействии сложных систем газ металл жидкости и так далее причем с учетом фазовых переходов плавления испарения и многих других вещей Сольдворк Симулейшн не может похвастаться таким интерфейсом и позволяет решать только односредные задачи для простейших моделей поведения материала например если линейную прочность для какой-то задачи скажем консольной балки мы можем получить похожие решения в Сольдворк Симулейшн и Венсис то для сложной задачи например такой как я недавно решал для Русала с распространением волн в металлотракте такие решения мы не сможем никаким образом получить с помощью Сольдворк Симулейшн так значит смотрю в чате у нас очень активные пользователи уже четыре вопроса значит начну так ну вот по поводу есть коды геометрических моделей что можно пояснить значит как система современные будь то Сольдворкс будь то НХ будь то ДОСО КАТИ или другие системы там про инженер все они позволяют строить кадовские модели то есть компьютер дизайн с учетом российских ГОСТов и строить рабочую конструкторскую документацию выпускать чертежи значит на базе нашего ГОСТа там 237-68 и других эти же модели которые строятся в кад системе могут быть импортированы в Энсис и на их основе могут быть проведены прочностные расчеты и другие типы расчетов те курсы которые здесь представлены это прочностные типовые расчеты по итогам этих курсов вы сможете импортировать модели которые вы строите в любой кад-системе даже в компасе и получить для этих моделей результаты допустим прочностного анализа если у вас какая-то сложная высоконелинейная задача например с множественным контактом или там с трением или например трение со смазкой то для того чтобы решать такие задачи вам потребуются дополнительные курсы например по динамике или по взаимодействию жидкость конструкции коллеги еще вопросы есть у нас или на этом закрываем еще такой вопрос можно ли в Энсисе строить эпюры для сопромата и считать задачки термеха для твердых тел да с удовольствием отвечаю на ваш вопрос это можно делать значит в Энсисе есть модуль подобный тому что есть в Solidworks и тому что есть проинженер типа Motion называется Rigid Dynamics для динамики твердых тел кроме того есть очень удобная функция вы можете любое тело сделать твердым или сжимаемым то есть там есть такая префикс как behavior поведение и вы можете сделать его Rigid или Flexible по своему желанию это очень удобная функция соответственно для тел деформируемых вы можете строить любые бюры причем как в интерфейсе Mechanical и PDO так и в интерфейсе Workbench который собственно преподается в этом курсе а для твердых тел вы можете определять мгновенные центры скоростей и ускорений так как это делается в теории машинных механизмов такие возможности есть и разумеется ENSYS это позволяет делать более того у нас студенты которые обучают своему году имени Баумана они подавляющее их большинство пользуются именно ENSYS для подготовки курсовых расчетно-графических работ так ну вот тоже еще вопрос из чата по поводу редукторов значит достаточно ли этого курса для того чтобы рассчитать редуктор на прочности построить правильно конструкцию но здесь как бы с одной стороны да базовая подготовка безусловно нужна но для того чтобы получить правильные конструктивные параметры редуктора все-таки потребуются дополнительные курсы связанные с динамикой потом если мы говорим о каких-то вращающихся деталях и там есть дисбалансер идеальные нагрузки то безусловно это диаграмма Кэмбелла это построение зависимости для роторной динамики а это уже дополнительный курс по динамике машин специализированный который идет после этого курса поэтому можно сказать что да для каких-то базовых расчетов этого курса будет достаточно но для того чтобы получить работоспособную конструкцию которую можно изготовить и она в реале будет работать а не заклинит и не сломается то там потребуются дополнительные курсы спасибо за ваш вопрос значит да студенческая пробная версия такая версия есть ее можно скачать на сайте ins.com на компьютерах на которых вы будете проходить обучение установлена такая версия academic teaching собственно там в уголке ограничения связанные с сроком использования с размером конечно элементных моделей и с применением некоторых функций не все из них будут работать но в частности такая задачка по явной динамике как я сегодня показывал по макенджа дара ну такую конечно решить не получится для меня нужно специализированное программное обеспечение в частности здесь используем nsys autodime также благодарю за ваш вопрос по подготовке значит вот для той задачи которую вы сегодня видели как Everest по механическим расчетам это базовый курс mechanical это курс по динамике явной это курс по автодин это курс по FCI Fluid Solid Interaction взаимодействие жидкости конструкции ну в данном случае либо продуктов детонации либо ударной волны которая распространяется в воздухе плюс специализированный курс по разрушению по взрывным явлениям который является эксклюзивным и читается вашим покорным слугой на базе института машиноведения уже более 11 лет такая примерно нужна подготовка так ну если вопросов нет я думаю что будем потихоньку добавить да да слушаю зачем вообще нужны прочностные расчеты инженеру конструктору если есть книга по деталям машин еще с 80-х годов хороший вопрос спасибо большое значит тут все очень просто если мы берем какую-то типичную конструкцию которая давно в ней нет ничего нового например какой-нибудь там силуминовый корпус какого-нибудь редуктора червячного который известен с 38-го года то разумеется книги Дунаево-Леликова по деталям машин будет достаточно и здесь некие прочностные расчеты но они могут быть поверочными допустим человек может оценить как работает его конструкция разработанная с помощью полуэмпирических зависимостей форму если мы говорим об инновационных изделиях о том что до вас никто не создавал или создается впервые из этих материалов или используется при тех нагрузках при которых не использовалось ранее все книжки которые написаны для инженерии 20-го века нужно закрыть в шкаф забыть и только иногда вытирать с них пыль по причине того что на ней не учитывают сложное пространственное трехосное нагружение которое возникает в данных конструкциях и не учитывают поведение материалов при данных нагрузках то есть там могут быть нелинейные отклики материалов на это поведение и в частности задачка которую я сегодня показывал с реконструкцией древнего города там нельзя просто взять кирпич взять для него закон Гука значит зная модуль упругости камня приложить нагрузки получить какие-то напряжения сделать заключение о прочности здесь все значительно сложнее там существенно нелинейная задача и существенно нелинейный отклик материала на нагружение поэтому если мы говорим а о сложном динамическом нагружении б о каких-то новых принципиально новых конструкций например на основе композитов или на основе применения каких-то лидирующих элементов покрытий каких-то сложных конструктивных элементов то здесь эти книги окажутся абсолютно бесполезными и здесь нужно применять физико-математическое нделирование еще вопросы пожалуйста благодарю за ответ еще такой вопрос возник вы говорили что используется студенческая версия программы а позволит ли она в полной мере освоить данную программу нет ли каких-то ограничений все примеры которые входят в учебные курсы были мной и моими коллегами проверены на этой учебной версии все они идут работают и сейчас установлены в центре на радио вы сможете освоить эти курсы с помощью учебной версии если вы хотите решать какие-то сложные задачи на сетках большой размерности либо с существенными линейными материалами то разумеется этой версии будет недостаточно вопрос чата от александра расчет на прочность уменьшает количество опытных моделей и удешевляет конечную стоимость изделия да значит по оценкам компании аберзин групп консалтинговый расчет на прочность позволяет сократить количество прототипов до 10 раз и снизить сроки разработки в 3 раза а стоимость где-то в 6-8 раз такие кейсы постоянно на всех конференциях по енсис и выкладываются компаниями они проводят технико-экономическое обоснование и анализ насколько внедрение численного моделирования позволило сократить сроки разработки и стоимость этой разработки например одна из американских лингвист компаний Тимони они разрабатывали бронеавтомобиль для перевозки денег из банка они позволили снизить массу данного автомобиля в 2,5 раза без потери его защитных свойств и срок разработки в сравнении с классическими методами проектирования вместо одного года составил 2 месяца ну вот пример того как эффективно применяются решения которые рассказываются в рамках данного курса спасибо за вопрос так ну коллеги наверное если вопросов нет да когда ближайшая группа спасибо ближайшая группа будет 16-23 сентября в комплексе на радио она значит уже заполнена но там есть одно место вы еще можете успеть записаться возможно даже и 2 следующая группа будет с 21 октября по 28 октября там еще много мест вы можете обратиться к нашим менеджерам и на спешили там есть телефоны электронная почта да можете обратиться и получить консультацию как записаться на эти курсы узнать ценные условия участия и многое другое так вот еще вопрос из чата по поводу значит нелинейного отклика материалов можно ли считать резины и другие гиперупругие материалы ну любая уважающая себя компания которая выпускает софт для отчисленного моделирования она разумеется вносит модели гиперупругости такие как Агдена как Блацко как значит ну много различных моделей порядка девяти или десяти типов для резины других гиперупругих материалов не является исключением у нас тоже все это можно моделировать в частности подобный проект мы делали для КАМАЗа когда рассчитывали опоры силового агрегата и там тоже получили некую сходимость с экспериментальными данными спасибо за вопрос так вам тоже спасибо за ваши вопросы за ваше внимание уделенное время если вопросов нет я всех благодарю всего доброго до свидания будем буду рад увидеть вас на моих занятиях до свидания